17 числа стартовала тестовая версия видео автореспондера моя персональная страничка центр сообщений и передача файлов из вашего бэк-офиса вы можете делиться своими видеороликами передавать друг другу чтобы у вас у всех были допустим одинаковые видеоролики и так вначале рассмотрим автореспондер для того чтобы автореспондер активировать кого он еще не активирован вы должны зайти бэк-офис нажать на логин после это записать свой email адрес или айди номер ваш пароль нажать на логин и вы входите в свой бэк-офис начальным выглядит бэк-офис следующим образом вы видите здесь видео автореспондера еще нету но вы нажимаете на кнопку store видите там корзиночка зеленая есть или синем меню также есть store меню можно и оттуда и оттуда начать нажали на эту кнопочку вы увидите внизу будет видео автореспондер текст и конвертик такой нажал или на конвертик или на слово вида видео автореспондер вы начинаете активировать его в своем бэк-офисе после этого нажал на кнопку зеленую add to card получится новое окно выйдет у вас где вы должны нажать на check out все равно чтобы покупаете какой-либо продукт только видео автореспондер здесь бесплатный после этого вы получите что спасибо большое за покупку видео автореспондера и с правой стороны верху видите появился авто респондер меню в черной полосе сейчас я поставлю стрелочку чтобы вам было видно здесь появился у вас автореспондер после этого нажимаете на ком то была исходная страница ваша и после этой исходной страницы вы видите автореспондер секунду я хочу проверить еще раз видно ли экран потому что я чуть-чуть следующее вы должны сделать начинать допустим создавать видео автореспондер настраивать его чтобы он мог начинать работать и рекрутировать вас у меня почему-то пропала кнопочка я прошу извинения я наверно остановлю на секунду я не могу вам показывать открываем новую кампанию делаем рекламную кампанию после нажатия этой кнопочки вы должны назвать это событие что это такое допустим первое что вы хотите создать это хотите приглашать людей на бесплатную регистрацию видео мейло здесь написано new free видео и мил то есть бесплатный видео и мейло тяжело переключается после этого вы должны установить выбрать группу почтовых адресов кому вы хотите что пошли эти рассылки здесь указано мои личные клиенты которые бесплатно зарегистрировались и пользуются услугами компании в ави то есть бесплатным видео и милом следующее что вы должны сделать после этого установить допустим для будущих ваших партнеров кого вы еще не знаете то есть когда люди будут бесплатно регистрироваться они будут появляться у вас в бэк-офисе меню персонал это значит когда он появляется бесплатно зарегистрироваться он автоматически попадает все его данные ваш бэк-офис и автоматически сразу попадает в контакт менеджер смарт-респондер вернее этот видео респондер сохранить нажал на зеленую кнопочку save save change этим вы сохранили вы можете сюда в любой момент добавить новые почтовые адреса то есть email адреса здесь вы видите что он похож точно такой как видео имеет создание видимо только здесь появилось новое окно где вы можете установить через сколько дней или сколько часов чтобы была началась рассылка после его регистрации то есть если он зарегистрировался сегодня вы можете поставить один день и через день началась первая рассылка этому бесплатному клиенту здесь вы укажете субъект это единственное место где вы должны написать латинскими буквами все остальное вы можете писать русскими буквами кириллицей это единственное место которое вы должны латиницей записать слово может быть русское только латинскими буквами после этого вы добавляете персональную текстовую информацию в рассылку здесь вы можете написать любой текст произвольный какой хотите даже на русском языке то есть кириллицей можете уже писать текст наверху здесь вы можете установить персональное обращение вот допустим у вас у каждого email адреса есть имя и фамилия вы можете его по фамилии назвать дорогой или уважаемый господин такой-то или просто на ты дорогой допустим Петр или Наталья или там любое имя вы можете так установить система автоматически когда будет рассылать каждому человеку отдельно он автоматически будет добавлять имя этого человека вы написали только ДР или дорогой или уважаемый а уже имя система будет автоматически добавлять таким образом каждый человек будет чувствовать то что вы персонально к нему обращаетесь после этого точно так как вы изготовляли видео мл вы выбираете шаблон выбираете шаблон из библиотеки или изготовляете сами и так далее выбираете видео мл желательно первый видео мл именно короткий коротко о компании может быть коротко о продуктах как надо им пользоваться и так далее вы можете сделать и свое обращение если хотите вы можете пользоваться для рассылки роликами компании вави в видеобиблиотеке компании вави очень много видеороликов уже сегодня появляются видеоролики даже на русском языке они переведены поэтому вы можете их поставить но вы на многие имеете мы также переводили видеоролики им также можно пользоваться так после этого сохраняете данные и закрываете видите написано внизу save and close то есть сохрани и закрой но перед этим вы должны пройти все процедуры так же как вы делали видео мл первую кнопочку вторую кнопочку третью кнопочку третью кнопочку установили все после этого сохранили после этого сохранили и автоматический систем на следующую страницу здесь еще есть возможность отправки дополнительных роликов вы можете дополнять если нажмете сюда вы дополните еще следующие видеоролики допустим к этой рекламной кампании извиняюсь тяжело что-то переключается очень так знаю почему отправка видеороликов дополнительно по наступлению событий в принципе у вас уже создана полностью эта кампания вы можете ее в любой момент приостановить нажав на паузу вы можете ее редактировать название допустим редактировать и как видите здесь уже готовое допустим три автоматических рассылок первая рассылка которая придет к этому клиенту через день после его регистрации естественно что будет название этого рассылки допустим поздравляю вас с тем что вы зарегистрировались допустим и стали клиентом компании ВАВИ пользуетесь инструментом но это отдельно вы можете тексты везде писать здесь естественно будете видеть полную статистику когда тошлете когда запустите эту систему всю что ваш email послан посмотрел ли он когда был послан последний раз здесь вы можете редактировать или просто удалить следующее письмо которое выходит вы установили допустим на 3 дня через 3 дня после первого письма здесь вы уже пишите допустим другую какую-то тему потом еще через 2 дня вы можете установить что компании ВАВИ допустим чтобы он получил информацию то есть таких вы можете создать очень много сначала в бесплатный видеомейл потом вы можете создать о компании вы можете создать в конце и о бизнесе то есть все зависит от вас как вы хотите это создать потому что здесь вы можете добавлять постоянно новые и новые рекламные компании давайте посмотрим как это выглядит дальше и для того чтобы все это началось работать когда вы это уже все создали вам надо нажать на кнопочку здесь тех стоит видите start this campaign то есть вы нажимаете на это ссылку и с этого момента уже все работает запустила система период действия тестовой версии автореспондера это представляется бесплатно если кто в будущем будет желать когда полная версия выйдет там еще будет много функций то можно будет приобрести за 15 долларов для получения дополнительной информации вы можете написать письмо и обращаться по адресу amontage собачка айвависуппорт точка ком теперь давайте рассмотрим следующее что компания запустила это персональный сайт у каждого партнера будет 4 своих персональных сайтов первое первое что вы можете сделать когда заходите в свой бэк офис это я вам сейчас покажу вы можете создать свой персональный субдомейн то есть заходите в персонал инфо который вам сейчас сразу покажу заходите в персонал инфо и видите допустим здесь у меня мог стоять номер допустим мой айди и если я нажму на сэйв чэнч вы сейчас увидите что здесь будет персонал викис ай ай ноль ноль семнадцать айвави точка ком теперь смотрите что я сделаю я поменяю просто ладить окей и нажму на сэйв чейс сохранить и как видите у меня уже субдомейн появился который начинается http двоеточие blackslash blackslash и влади точка айвави точка ком теперь у вас еще будет возможности создавать несколько сайтов это уже компания сделала вы сейчас увидите это сейчас я возвращусь сюда опять это в принципе тоже самый слайд который я показывал вам что вместо айди номера здесь вы записали свое имя это здесь написал кто-то боб нажал на кнопку сейв чейндж внизу да и здесь вместо tt 0295 появится bob айвави точка ком теперь посмотрите что у вас у каждого сейчас уже 4 субдомейна после завершения создания нового адреса у вас появилась возможность приглашать новых партнеров последующим целевым группам вы когда делаете рекламную кампанию вы создаете целевые группы то есть тех людей адреса записываете ваш контакт менеджер или присоединяйте когда создаете допустим рекламную кампанию ставите галочки на те группы которым вы хотите чтобы пошла автоматическая рассылка у вас есть еще 4 варианта создания субдомейна вот допустим если я буду говорить о своем субдомейне verdements www.iluvvva.com , . это я буду рассылать для всех клиентов которые хочу чтобы бесплатно регистрировалась При нажатии этой ссылки, этого доминирования адреса, он автоматически будет переходить на первую страницу регистрации бесплатной видео-эмейла. Почему это очень интересно и важно? Сейчас я покажу, зайду вам опять в видео-эмейл, чтобы вам это было более понятно. Естественно, это, к сожалению, только у тех партнеров есть, у кого премиум пакет, у кого бейзик пакет нету, они не могут этого сделать, они разве что могут в текстовой ссылке, там где они пишут, допустим, вот здесь, пишите какое-то обращение свое, да, регистрируйтесь бесплатно, пользуйтесь бесплатно уникальными инструментами, и самыми эффективными рекламными инструментами, тогда вы ставите свою реферальную ссылку в конце. У партнера у кого-то премиум пакет, этого делать не надо, потому что вы ставите сюда галочку, и как видите, автоматически у меня стоит первый домейн для регистрации. Если я его сейчас исправлю, посмотрите, поставлю дробь, нажми сюда free, и проверяю, тест нажму. Смотрите, у меня появилась новая страничка, совершенно новая страничка, вы с такой страничкой еще не встречались, это каждый партнер имеет такую страницу, видите. Сейчас не надо опускаться уже вниз сюда, ему, чтобы здесь нажать, а ему достаточно нажать или на эту зеленую, или на эту зеленую, видите. free video mail, здесь есть видеоролик, который он еще раз посмотрит, что это такое, как это выглядит, если я нажму на этот видеоролик, вы будете видеть, что он начинает проигрывать, видите. Сейчас я остановлю этот видеоролик, потому что сейчас не к чему просто время дорогое терять, это вы сами посмотрите у себя, но я надеюсь, что вы поняли, что я использовал один из домейнов для бесплатных регистраций. Если я сейчас поменяю вот здесь в конце и поставлю витком, и хочу проверить, куда же он переправит после окончания видео мейла, когда он посмотрел, допустим, до конца видео мейла, автоматически ему сразу включается вот эта страница, смотрите. Вот появилась совершенно другая, то есть его не на центральный сайт, а сразу сюда buy now, то есть он отсюда уже может начать регистрацию. Принцип выглядит совершенно одинаково, здесь также есть видеоролики, и он нажал на buy now, станет вашим партнером. Теперь посмотрим третью. Мистер витком я поставлю бизнес. Это третий домейн ваш. Проверим, куда он будет переключать после окончания видеоролика. Опять, видите, опять совершенно другая страница. Здесь мы можем это переключить на русский язык. И посмотрим, как это выглядит. Видите? И переводят довольно уже хорошо на русский язык. Видите? И он получает такую страницу, и он говорит, купить. Нажимает сюда. И видите, появилась новая форма для регистрации, которая упрощенная, намного легче, и не надо три раз повторять почти то же самое. Здесь он видит сразу спонсора, да? Сидея учетники, поиск спонсора, нажимаю на lookup, и сразу пишет имя мое. Видите? После этого записывает электронную почту свою два раз. Два раз записывает пароль. Уже первый раз при регистрации раньше было только один раз, надо было записывать пароль. И многие, когда зарегистрировались, звонили мне, что не можем попасть никак в свой бэк-офис. Что случилось? Это может быть несколько причин, когда он регистрировался. Наверное, случайно включенный был у него капслог. Или не была переключена клавиатура на английские шрифты, а кирилит записал пароль. А потом, когда хотел заходить, уже на латинице у него. Поэтому он не может зайти. Поэтому сейчас два раза надо подтвердить пароль, для того, чтобы такие ошибки не получались, и человек не имел проблемы при входе, после регистрации. Здесь записывает имя свое полное, фамилию. Здесь может написать отображаемое имя, которое будет наверху. Здесь находиться. Видите? Это отображаемое имя. Да? Что угодно может сюда записать, не имеет значения. Окей? Дальше. Прибирает страну. Адрес, улица, где он проживает, номер дома, квартира и так далее. Город. Это рубрика только для американцев. Здесь не надо ничего заполнять. Окей? Для американцев надо указывать штат. В каком штате. Я удивляюсь, почему они не указали, допустим, область в России. Может быть, если я на английский переключу, тогда будет область. Сейчас я проверю. Нету области все равно. Видите? Окей. Нет проблем. Зип-код это почтовый индекс. Между прочим, я дам эту информацию компании, потому что я считаю, что в России желательно и область записывать. Так же, как в Америке, допустим, в штате записывать. Зип-код. Индекс, почтовый индекс. Телефон. Мобильный через плюсик. Здесь, если поставите галочку, вы соглашаете, что в Ави вам могло посылать смски. Здесь можете еще один номер телефона записать. И также соглашаетесь, чтобы на этот телефон вам посылали смс. Нажимаете на галочку сюда. Континию. И пошло продолжение. Там надо будет еще паспорт заменить. Не забывайте. Я сейчас не хочу туда переходить, потому что надо бы заполнить. Есть там такое Tax ID. Многие не знают, что туда записать. И пишут некоторые. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Система пропустит. Нет проблем. Но. Когда вы захотите потом снимать ваши заработанные деньги, не удивляйтесь, если этот человек не сможет получить кнопку вывода денег. Поэтому. Там, где Tax стоит, там должна быть. Tax ID. Tax это налоговый номер. В Америке, допустим. А ID это значит ваш идентификационный какое-то удостоверение. Это может быть паспорт, водительские права и так далее. Поэтому не забывайте записать правильно номер, чтобы у вас таких проблем не было. Окей. Возвращаюсь сюда. Но у нас есть еще один домейн адрес. Сейчас я вместо бизнес запишу четвертый домейн адрес. Это уже каждый имеет такой адрес. Joint. Нет, не Joint, а Joint только. Извиняюсь. Окей. И посмотрим, куда переводит, допустим, этот домейн. В принципе, он на ту же страницу регистрационную, только он выглядит чуть-чуть по-другому. Окей. Пошли, давайте посмотрим дальше. Здесь вы точно так нажал первую кнопку, вторую кнопку, третью кнопку, изготавливаете в видео-мейл, который будет автореспондер рассылать. Возвращаемся опять к нашему автореспондеру. Так лучше будет, хоть у вас все поместится на экране. Я думаю, что этот вопрос понятен вам, вопросов по этому нет. Окей. И вот здесь показывает этот слайд, то, что я вам уже показал. Наверху написано, допустим, www, Андрей Сидоров, здесь написали, айвовиком, дробь, фри, то есть на бесплатный видео-мейл. Здесь вы посмотрите сейчас следующую страницу, то, что я вам уже показал на практике, как она работает, не на слайдах. Поэтому вы убедились, что это работает. Допустим, для корпоративной сети пишет, ну, я думаю, это неправильный перевод, ничего страшного. А это для партнеров последнее, да? А, первое оказывается для корпоративных клиентов. Да, разница, значит, между ними только такая. Видите? То есть он попадает после BuyNav сразу на те инструменты, которые могут приобрести корпоративные клиенты. В этом только для регистрации партнеров. Думаю, 75 или 195 долларов. Значит, эти домейн-адреса или субдомейны позволяют вам направлять целевые группы клиентов на нужный блок информации. Понимаете, да? Поэтому вы будете это сами выбирать. Теперь давайте посмотрим следующее. Третий центр сообщений. Месседс-центр. Окей. Здесь слайдер-то хорошо, но я вам покажу все это на практике сейчас. Давайте посмотрим на практике лучше. Вживую, прямо с бэк-офиса. Так, ему так будет интересно. Вот я нажимаю здесь на месседс-центр. Видите? Сейчас переключится. Окей. Вот он, месседс-центр. Пока не установлен у кого-то месседс-центр, он постоянно присылает все информации к ваш бэк-офис. Ну, освободите ваш бэк-офис, чтобы он не загружал и не посылал по через некоторое время, если будет у вас очень много информации. И потом можете только успевать удалять их здесь. С правой стороны можно их удалять. Видите, вот здесь есть красные иксы, которые вы можете удалять. Вот, допустим, я хочу удалить. Видите, смотрите. Удаляю. Следующее удаляю. Здесь пишет, что я получил, допустим, 1.35 комиссионных. Следующее. Здесь я могу посмотреть, от кого я получил. Вот New Commission Irving, да? Нажимаю на это письмо. Вот он пришел. Вы получили 19.98. Почему получил? Не пишет. Странно. Ок. Неважно. Мне эта информация не нужна. Я и так вижу в бэк-офисе, как у меня растут деньги. Я эти удаляю все. Но здесь, если я нажимаю, эта информация для меня уже важная. Ага. Я вижу, что матриц Кубенко зарегистрировался на 9-й глубине матрицы. Да? С пакетом премиум. Но Игорь Кубенко сделал большую ошибку. Игорь Кубенко не сможет пользоваться ни видеомейлом, ни автореспондером. Кто знает из вас, какая ошибка? Я вам подскажу. Видите, стоит XX. Знаете, что это означает? Что этот человек, когда регистрировался, он или не по правильной регистрированию, реферальной ссылке регистрировался. Его система, может быть, ни под кого не поставила. Он висит еще в воздухе. Или он регистрировался и записал свои данные какие-то кириллицей. Не латиницей, а кириллицей. И человек купил пакет премиум. Поэтому система ему дала XX. Это он срочно должен исправить. Мне даже бы хотелось, чтобы Игорь Кубенко срочно созвонился с Amontouch. Или здесь внизу, как видите, есть онлайн-чат. И написал, чтобы все исправить. В его разделе V8, V9 надо исправить все латинскими буквами. Тогда ему поменяется этот ID номер. Окей? Все, закрываю это. Вот этих, которые мне показывают, что я 2.25 получил, да. Это мне неинтересно. 1.65 получил. Тоже неинтересно. 4.6.98 получил. Это интересно, но тоже уделяю. Удаляю. Здесь уже показывают, что вот это я письмо посмотрел. Посмотрю, System Manager прислал мне. Что это такое? А! Пишет, что Бутуля Собачка Ягу.com Посмотрел мой Эмейл О промоушене, который я послал. Видите? То есть я уже вижу, что этот человек посмотрел. Окей, спасибо, что посмотрел. Я его удаляю. И так и другие. Но эти уже посмотрел, поэтому я это знаю. И как видите, здесь Уже 5 страниц заполнил. Вот если я кликну на 5 страницу На 5 странице я уже То, что мне не надо было бы удалял. Здесь опять-таки New Premium Affiliate Eon Matrix. Смотрите. Нажимаю. Николай Анатадский Опять-таки В 9 глубине Купил Премиум Пакет. Но у него все в порядке, потому что его ID NA0183. Понятно. Теперь смотрите. Если я Хочу освободить все это Хозяйство, чтобы оно не сюда шло мне Или сюда шли только Такие Информации Которые меня конкретно интересуют. Не деньги Да? Финанса менеджер. Видите? Я отключил. Включил только Matrix менеджер Corporate менеджер То есть от компании, чтобы я получал информацию И от системы, чтобы получал информацию И записал свой E-mail адрес Любой E-mail адрес можете записать Не обязательно тот Который Вы Зарегистрировались в Ави Вы можете сюда записать Такой E-mail адрес Который у вас постоянно Открыт И постоянно перед вашими глазами Что вы получали ежедневную информацию Потому что я вижу Последнее время Многие не заходят на свою почту Каждый день Не читают Это очень грубая ошибка Что люди, которые работают в проекте Им идет постоянно Какая-то информация Они даже не заходят на свою почту И это 90% Все из вас делают это то же самое Поэтому Многие привыкли Понаделывали по 10-20 Разных почт Адресов Да Кто-то на Мейру Кто-то на Google Сделал Кто-то на Яндекс Сделал Кучу И уже не знает Какую почту Быстрее посмотреть Или Даже уже не помнит Как зайти на эту почту Поэтому Прошу вас Выберите такую почту Которой вы пользуетесь Каждый день Установите эту почту И запишите ее сюда Чтобы вы получили информацию Хотя бы На свою почту Если вы уже не заходите Допустим на почту Когда Ревессирует Нажал на кнопку Save Change Вы это сохраняете Когда выйдет пятая платформа И полная версия Тогда Вы сможете Сюда записать Не только Эмейл А номер Мобильного телефона И вам будет приходить СМС На ваш мобильный телефон Допустим Зарегистрировался Кто-то Пришел СМС Получили комиссионный Пришел СМС Информация от компании Пришел СМС Это будет еще лучше Потому что Тогда вы всегда будете В курсе дела И всегда будете Готовы И знаете Что творится в компании Что компания предлагает Или что компания запустила Промоушен какой-то Или что-нибудь такое Или изменения какие-нибудь Понятно, да? Теперь Если я Опять возвращаюсь сюда В принципе Это была функция Которая называется Forward, да? Message Center Когда я нажал Вот на эту Зеленую кнопочку Вышла эта возможность Выбирать Что я хочу Чтобы мне приходило На мою почту И То что касается Допустим Финанс менеджер Только это Уже будет С этого момента Приходить мне В бэк офис То есть Только денежки Сколько мне денег Насчитали А все остальное Будет приходить мне На мою почту Которую я Указал Здесь Еще раз Записывайте Я вам это уже показал Просто Это слайды Повторяются И так далее Вот здесь Видите На этом слайде Написано То что я вам говорил Что пока В бета-версии В тестовом режиме Только на Эмил адрес Когда будет Полная версия Будет возможность Телефонный режим То есть указать Здесь Номер Вашего мобильного Телефона Таким образом Эта система Начинает работать На автомате И делает Вместо вас Автомаркетинг И по-настоящему Реально Строит вам бизнес Вы увидите Если вы это Правильно Сделаете Настройки Ничего Если вы Сделаете Ошибку То в любой момент Вы можете Все поменять Но так ли Иначе Это будет Приносить Вам пользу Эта система Будет работать Даже тогда Когда вы Отдыхаете Она автоматически Вы сами Устанавливаете Как часто Вы хотите Чтобы шла Пересылка Когда началась Пересылка Во сколько Времени Чтобы она Пришла Ваша Информация Какая Поэтому Очень Интересный Продукт И очень интересно С ним Будет Работать Теперь Хочу вам Показать Еще одно Здесь слайдов Нету Этих То что Сегодня Показывали На Этой школе Кто был Функция Видео Библиотеки Как вы можете За секунду Поделиться Любым Файлом Да И переслать Допустим Своим Друзьям Чтобы у них Был Точно Такой Файл Нажав Допустим На кнопку Эдит Вы получите Такую Страницу Здесь Вы будете Проверить Что это Видеоролик Еще раз Ролик О продуктах Это Колоссальный Ролик На русском Языке Я могу Поделиться Со всеми Смотрите Как это Делается Быстро Здесь Название Этого Видеоролика И Сейчас Я нажимаю На share Я могу Здесь Написать Что угодно Но могу Здесь Нажать На кнопку Share То есть Поделиться Этим Видеороликом Сейчас Только надо Подождать Чтобы он Загрузился И что Открывается Открывается В принципе Contact Manager Да Сейчас Я Говорю Всем Моим Партнерам Которые Имеют Basic Пакет Всем Партнерам Которые Имеют Premium Пакет Дальше Моим Моим Лично Приглашенным Которые Вышли На уровень Директор Моим Лично Приглашенным Которые Вышли На Синьор Директор Экзекьютив Директорам Это уже Не нужен Этот ролик Я думаю Они все И так Его имеют Теперь Могу Отдельно Послать Каждому Персонально Видите Здесь Список Есть Еще Которые У меня Я Их Еще Не Оставил По группе Теперь Я нажимаю На Save Change Нажимаю На кнопку ОК И Этот Видеоролик Ко всем Пришел И вы Придете В свой Зайдете В свой Бэк-офис И вы Увидите Если у вас Не было Это видеоролика Он будет В вашей Библиотеке Понятно Мне кажется Что это Просто Колоссальная Штука Она Всем Очень Будет Удобная Потому что Допустим Мы хотим Другому Помогать Кто-то Создал Очень Хороший Видеоролик Или Где-то Нашел Хороший Видеоролик На Ютубе Который Супер Видеоролик Он Закачал Свою Библиотеку И Если он Хочет Помочь Всем Своим Лично Приглашеным Или Вообще Своей Команде Он Этот Видеоролик Таким Способом Не надо Скачивать Пересылать По скайпу Мучиться Этот Видеоролик За одну Секунду Пов И Вашем Бэк Офисе Скажите Как здорово Вот В принципе Столько Я хотел Вам Рассказать Об этих Новых Инструментах Еще раз И Сейчас Мы Перейдем Тогда К Нашей Школе И Я Хотел Бы Что Вы Научились Как Начинать Правильно Этот Бизнес Делать Редактор субтитров